Говори обо мне Мы продолжаем наше субботнее утро традиционно. Программа «Говори обо мне», где принимаем гостей с утренним кофе. Да, гость у нас сегодня именитый, но регалиями мы сразу шокировать вас не будем. Потому как человек сразу ощущается по объему, и только сильно неверующим и недоверяющим своим ощущениям нужно официальные регалии открывать. Но дальше, конечно же, мы об этом поговорим. Но, знаете, вот бывает так в жизни, что мы встречаемся с тем, что в детстве намечтали. Тем более, если детство и юность наши были пропитаны американским кинематографом, эстетикой Голливуда. Вот мечтала ли наша сегодняшняя гостья о фабрике грез? Легкой ли была ее дорогой? Была ли она из желтого кирпича? Или судьба одарила ее волшебными туфельками с крылышками, которые перенесли ее из Новосибирска, где она родилась сначала в Йельске университет, а потом в Лос-Анджелес? Да, с регалий мы не начинаем. Мы говорим «доброе утро» и спрашиваем, какой кофе у вас в руках. Доброе утро, Светлана. Доброе утро. У меня в руках. Я открыла для себя здесь машину, это такая Тасима, и я просто пью, я покупаю кофе, мне очень нравится, это какой-то signature blend, такой вот типа кофе-крема немножечко с кремом. Да, то есть как бы я ищу варайти, да, разные, я пробую для себя разные кофе. Для меня вот Тасима мне понравилась, поэтому я как бы пью вот это кофе. Счастливая женщина, не отягощающая себя мыслями о диетах, и действительно, она может добавить кофе в сливки, это дорогого стоит. Актриса. Профессор. Декан драматического отделения Калифорнийского университета Светлана Ефремова. Да, так волею судьбы она по эту сторону океана воплощает свой профессиональный потенциал и реализует свою творческую судьбу. Более 45 фильмов и около 30, наверное, уже 5 лет здесь, да? Нет, наверное, поменьше. Нет, 30, ровно 30 в этом году. Ох, простите. Решила прибавить значимости, но 30 лет большой срок. Все ли было так сразу гладко и с кофе неизменным утром, который, видимо, еще в Новосибирске пился, а потом в Петербурге, да? То есть все-таки это же как-то мы привычки свои сохраняем. Пронесли ли вы свои... В Петербурге был самый лучший. В Петербурге было столько кафешек, столько, столько хороших. Турецкий кофе там готовили, вот этот вот, когда еще на песочке. И, наверное, Петербург самый лучший, самый лучший кофе был, да. А самый лучший город на Земле остался внутри после этого невероятного калейдоскопа абсолютно значимых общений в какой-то головокружительной среде и люди, и, конечно же, учебные заведения, и профессиональное общение. Любимым городом на Земле остался какой? Все равно Ленинград. Я его так и называю Ленинград. Ну, Питер, Питер, да. Но вот я все-таки это был, когда мне было 17 лет, когда я переехала и поступила в театральный институт, и это был Ленинград, вот он для меня так и остался. Всеной это самый любимый. Хотя я люблю Лондон, люблю Дюрих, очень люблю Новую Зеландию, люблю Австралию, Сиднию. Многие города, они приятные, но такого, как Питер, нет. В 1984 год. Мастерская Куницына в театральном институте. И потом актриса Ленинградского тюза. Как же приятно на вкус слушать Ленинградский театр, да? Просто удивительно. Могли бы мы вас видеть в кино в той жизни, так скажем, в Ленинградской? В той жизни у меня только все начиналось, как бы в кино. Тогда, нет, театральная карьера как бы была сразу, но кино тогда только начиналось. И я помню, что меня в маленьком эпизоде снял, тогда был Юрий Мамин, очень хороший ленинградский режиссер. И мне «Фонтан» назывался. Ну, буквально крошечный эпизод. Но тогда вкус кино я еще так и не поняла. То есть как бы для меня театр, но, видимо, нас так воспитывали и в театральном институте, что вот подмостки, театры, да? Ну, не знаю, вот как-то для меня кино тогда была еще непонятная природа ее, да? Я как бы не окунулась в нее. А потом начались гастроли с театром, но у меня просто не было даже времени. Как бы нет, кино я не один просюдый мови, да? Я в кино тогда еще не было шагов. И приехали, значит, вы сюда своим театральным багажом. И помимо... Да, я, да, у меня, я сюда, у меня не было, я нетипичная. Это даже без мечты. Волна эмиграции. У меня вообще не было эмиграции. Я сюда, как говорится, не эмигрировала, я не рвалась. Я, мы в 90-м году приехали с гастролями. Организовался такой проект, салон театра Санкт-Петербург. Это такой был проект, просто, когда мы ездили на границу, возили такой маленьким составом, да, мобил такой, кастинг. Салон театр Санкт-Петербург. Ну, уже, да, такая заявка красивая. Вот такая русская классика. Мы привезли дяде Ваню, и мы шикарно сыграли в Нью-Йорке два месяца. Потом в Канаде мы были. И между Нью-Йорком и Канадой две недели нам менеджер по туру сделал такие мастер-классы в университетах. И поскольку я была один из единственных, кто, в принципе, говорил по-английски, то есть я эти мастер-классы вела. Но английский у меня был довольно слабый, неважный, но у меня никогда не было комплексов, там, ой, там, я ошибки. Ну, вот так, с руками, с ногами, полужестами. Ну, актриса, да. Мастер-классы мы провели. И вернувшись в 91-м году в Ленинград, я получила приглашение из одного из этих университетов. Президент университета мне прислал контракт. Не хотели бы вы приехать попреподавать на три года. Нам так понравились ваши мастер-классы. Ну, вот. Таким образом, я приехала сюда. То есть я приехала по контракту преподавать на три года. И понимаете, вот, you never know, да, вот фраза, да, никогда не знаешь. Потому что, как бы, ты планируешь свою жизнь, а Бог, он располагает, да, вот этот divine design, он случается там. И никогда не знаешь. И я приехала, и началось так все складываться, этот пазл, он начал как-то устраиваться. У меня начались предложения. Я полюбила человека, который теперь мой муж уже 25 лет. Мы вместе играли в мюзикле. Я пела всегда. Да, и у меня они... Я пока преподавала в Москингам колледж в Охайо. И потом в Охайо университи. Там такие были summer, летние контракты по театрам. И меня пригласили в два театра. Я в одном из них играла в мюзикле. Сэндвин Пакпорт-Джордж, Сивен Сантайм. И там я встретила моего мужа. Он играл там главную роль. Ой, это он актер. Он бывший актер, да. Он ушел с профессии, но не важно. И я к чему говорю, что произошел роман. Потом начались какие-то еще приглашения. Потом я поняла, что мне надо как-то избавляться от акцента. Потому что акцент был очень сильный, чтобы продолжать карьеру в театре. И я поступила в Yale. Это один из престижнейших университетов. То есть вы попали сразу в касту, вы попали сразу просто в клан, да. Потому что там, конечно, семья. Я тогда, к сожалению, даже не знала вообще, какой лотерейный билет я выиграла. Потому что я единственная за всю историю Yale единственная иностранная, не русская, иностранная актриса. На актерский факультет никогда не брали иностранцев. Никогда. Дизайн, да, режиссура, да, Израиль, Канада, Европа. Но актерский только американцы. И туда было практически не попасть. Но этот университет закончил. Мерил Стрип, ну, то есть как бы самую джиоди-порста. Известные люди. Два года старше меня был, мой однокурсник был Пол Джамати, Эд Нортон, Лев Шрайберс, которым я потом в кино снималась. То есть как бы люди, да, как бы это очень престижная школа театральная. Это аспирантура, мастер-программ. И я поступила, и как бы это не то, что снизить акцент, а это мне дало... Я попала в мафию ельскую. Это называется Yale Mafia, потому что ты заканчиваешь... А ламни, да, выпускники, очень сильная поддержка. Вот Ольвар Стоун, да, вот большие имена, они организуют такую ельскую поддержку. То есть если ты идешь на пробы, да, и если тебе говорят, ой, you're from Yale, ой, you're from Yale, me too. И они начнут, ну, как бы, да, очень же много режиссеров, актеров из Yale, поэтому как бы поддерживают друг друга. Это очень, кстати, здорово. И таким образом, да, после Yale я играла в Нью-Йорке, в Broadway and Off-Broadway. И потом у меня началась карьера в кино, и мой агент сказал, давай-ка перейти в Лос-Анджелес, потому что ты был... Ну, карьера в кино просто пошла. И я переехала в Алле, и началась... начался Голливуд, началось... И театр тоже, кстати, South Coast Rap, Mark Taper Forum. Здесь тоже очень хорошие театры профессиональные есть. И я там семь сезонов играла. То есть как бы я театр сыну очень люблю. Но кино, оно пошло, да. Фантастика. Встретить Светлану мы можем и в Москве. Она преподаватель для актеров, студентов Московской школы кино. Ну, и, конечно же, сейчас мы обязательно должны увидеть то самое, что для актеров называют Рил. А для нас это будет путешествие в калейдоскоп ее киноработ. Светлана Ефремова у нас сегодня в гостях. Актриса и совершенно невероятный человек. Профессор и декан драматического отделения Калифорнийского университета. Пьем кофе. Светлана Ефремова университета. Калифорнийский университет. Калифорнийский университет. Калифорнийский университет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Да, то есть нужно это чувствовать и соответствовать объему происходящих там вещей. Мы чувствуем и творим мир действительно в соответствии с нашим объемом. И чем больше нас, причем не важно, чем это обусловлено генетикой, средой общения или каким-то набранным образованием, тем интереснее мир вокруг нас. Тем интереснее мы видим мир другим калейдоскопом, ну и, конечно же, творим, наверное, сами и вот себе тоже. И тем интереснее нам общаться с объемными людьми и, попадая в какую-то среду невероятного объема, как Голливуд, мы тоже чувствуем, да, это среда наша, и мы не в гостях. Но сразу ли это пришло? Вот смотрите, вы приехали просто в Америку, в именно театральную, да, поездку, гастрольную, и вы сразу же и мастер-классы стали давать, причем с английским. Это я повторяю для тех, кто только-только присоединился, причем даже не говоря о том, что английский язык был хорошим. То есть вы не остановились на том, что да, сейчас краешком коснусь Америки, да, прекрасные подмостки, да, отличные студенты, да, английский язык охладно, на русском лучше получается. Поеду-ка я в свои, там, не знаю, 25 делать то, что я уже хорошо умею, потому что здесь уже поздно начинать опять стартап не хочу. Вот вы пришли со своим объемом, и вы начали себя творить. Ну, это очень красиво, Юля. Так, все не так. Это такая красивая история. No, а-а. А это так интересно, потому что вообще жизнь, она складывается из таких необычных поворотов и зависит от твоего выбора, да, к этим поворотам. Да. Мой поворот абсолютно, это был шанс, мы приехали, мы поиграли, мы вернулись. И потом, да, я получила контракт, я приехала, но когда я приехала, случилось, вот всегда circumstances, да, обстоятельства, они всегда тебя меняют, они дают тебе какой-то абсолютный новый шанс сделать решение. Я приехала 20, интересно, потому что мой контракт начинался 1 сентября, ну, или 30 августа в колледже, в университете, а я решила поехать пораньше, чтобы адаптироваться, да, побыть в Нью-Йорке с друзьями. И я вылетела 29 июля, и как случилась судьба, потому что это был 91 год, что я 29 вылетела, а 14 августа я шла к тебе в апартамент в Нью-Йорке, ну, где останавливались друзьями, и этот человек, который сидел, ну, который консьерж, да, он говорит, ой, Светлана, I'm so sorry, so sorry, what happened in your country. Я говорю, а что happened in my country? Он говорит, как, вы не видели новости? Я говорю, нет. И я поднялась наверх, и CNN, везде, Soviet crisis, был переворот, 14 августа. Если бы я не приехала 29 июля, я думала, что я, наши разговоры бы не было, меня бы здесь не было, моего мужа, моих детей, ничего. То есть, знаете, it's a beautiful life, вот этот фильм, да, а что бы было, если бы ты сделал маленький поворот? А что бы было, если бы я решила не на месяц вперед улететь, а я бы осталась, я бы никогда, я бы там задержалась на всю жизнь. То есть, как бы, я так живу, Юль, я не строю планов, я не приехала покорять Голливуд, я приехала преподавать на три года, случился переворот, Советский Союз распался, обстоятельства меняться, возвращаться, не возвращаться, вот это время я встречаю мужа, как бы, начинается роман, начинается ел, возвращаться, может быть, не стоит, как бы, все, начинается жизнь, да, и она дает тебе какие-то, Голливуд, никогда не было планом Голливуда, план был всегда follow the flow, да, вот идти, плыть по реке. Вот это, я считаю, вот для меня это так, я так живу, да, как бы, плыть, вот дает жизнь какие-то вещи, и ты ее берешь, и ты плывешь в этом flow, а не resist, не сопротивляешься, не ставишь препятствия, а препятствия жизнь ставит сама, ты, как бы, ты должен ей адаптить, да, адаптироваться надо к этому. А вот так вот, то есть, как бы, вот, не было грандиозных планов. И Голливуд не такой уж он, да, для людей, вот для людей, которые не в этой профессии, а Голливуд считается чем-то таким, а, вау, недосягаемый, make believe, страна, там, как бы, сказок. Это, это абсолютно, это работа, это индустрия, это, там все друг друга знают. Все, вот, это так смешно, потому что за, за мою, за всю мою, ну, профессиональную сейчас карьеру, 20 лет я уже, да, снимаюсь здесь, и, как вы скажете, 45, у меня уже, по-моему, 52 фильма. Но неважно, человек, вот я играю, допустим, в сериале, там, NCIS Лос-Анджелес, мне человек ставит саунд, ну, вот это, для звук. Говорит, ой, Светлана, хай, Светлана, вы меня не помните? Да, я говорю, нет, а мы на Белой Элеандре, я был ваше звук, ой, хай, гримерши, гримерши, там, в другой проект, там, я не знаю, Spinning Out на Нетфликсе, хай, Светлана, вы меня не помните, да, помните, мы с вами работали на, там, я не знаю, Phone Booth или The Island, Сьюн МакГрегор, да, ой, хай, то есть, как, они все друг друга, мы все, люди работают одни и те же, то есть, команда, как, какая, ну, я не знаю, там, 3-5 тысяч человек, и вот они, они, то есть, это, я к чему говорю, малейшее проявление ego, непрофессионализма, подхода, diva behavior, да, поведение, малейшее, там, опоздал на работу, или, там, пришел пьяный, God forbid, вообще такого здесь не бывает, все, ты выпадаешь, потому что об этом пойдет слух, и узнают и кастинг-директора, и агенты, и продюсеры, оуу, вот эту не брать, она, it's hard to work with her, с ней очень тяжело работать, понимаете, то есть, как бы, это просто работа, это звучит красиво, и, конечно, это гениально, когда начинается пиар, вот, Spinning Out на Нетфликсе, мой сериал, и когда начинаются красные дорожки, это постоянно пиар, тебе присылают, то это, это прекрасно, это, да, это заманчиво, это голову кружит на какое-то время, но это, это, это в основном тяжелый труд. Ну, хорошо, да, тяжелый труд, но в любом случае давайте коснемся немного сказочности. Вот гении, да, люди, которые там присутствуют, из этих 3000 людей, это действительно очень талантливые гении в своем профессиональном мире, и ведь всегда же от талантливых людей, несмотря на то, что они сложны драматургией, очень часто в быту, внутренней драматургии, они на, при таком вот общении профессиональном, от них исходит невероятная благодать, и просто можно ощущать счастье, чаще всего без причины, просто рядом такой жужжит что-то такое объемное, энергетическое, да, и... Не всегда, не всегда, есть люди очень замкнутые, К-19, Харрисон Форд, я была жена Харрисона Фордов, с Кастром Биггала, когда мы работали, он очень сложный человек, с ним работать очень тяжело, но он был настолько insecure, потому что он играл этого русского генерала, ему надо было делать русский акцент, он подбегал после каждого тега, говорит, Светлана, how was my accent, how was my accent, он был... люди очень... Мишел Файфа в Белой Элеандре, моя любимейшая, это мой любимый, кстати, фильм, и когда я с ней работала, она настолько shy, она такая скромная, в ней вообще нет вот этой звездности. Джефф Голгом с Пиннинг Борис, который мы очень, кстати, подружились после этого, он просто, это вот шар энергетический, с ним ха-ха-хи-хи, мы все время хохотали, мы играли в джаз, мы импровизировали, каждый человек разный, но в основном они люди, они не открываются тебе сразу, они очень замкнутые, многие из них still insecure, многие из них еще все равно, как сказать, это кажется, это все behavior, такое поведение, вот когда мы их видим там, в каких-то, опять-таки, красных дорожках или номинации на ЭМИ, это показ. Публичная жизнь, да, и private. Публичная жизнь, они очень внутренне private, замкнутые, и не каждый откроется, поэтому такого, что ууууу прикоснуться по-разному, Все по-разному. Но если они видят, что ты талантлив, ну, как партнер и профессионален, они сами к тебе подходят. Они сами, они сразу открываются, потому что я помню Ричард Шифт, или кто так, был на Уэст Уэйн, он меня абсолютно не принял поначалу. А это же Эрн Суркин, это гениальнейший скрипт. И я помню, я там заменила одно слово, и он мне сказал, в нашем шоу слова не подменяют, ну, типа, you can't just substitute the word. И я помню, я так, вау, то есть это, ну, правильно, это Эрн Суркин, это один из сильнейших скринрайтов, сценаристов, и как бы, понятно, но вот это вот, это как бы вы здесь новенькая, мы здесь типа старенькие поначалу. Но как только мы с ним сыграли сцену, он меня до машины бежал провожать. Светлана говорит, вы тоже изъела, я тоже изъела, о май гад, вы так, какая вы, вот, то есть как бы надо сначала доказать, что ты актерский, worth it, да, что ты что-то можешь, что ты профессионально, да, что тебя не взяли за красивые глазки, или там, что ты что-то знаешь, тогда у них сразу уважение, они чувствуют, как бы, свой своего, да, как бы, это вот, но это надо, это, доказывается в работе. Ну, да. Какие красивые имена прозвучали. Харрисон Форд, Мишель Пфаер, ну, и много-много, то есть можно еще по одному интересному имени вас спросить, так как я понимаю, что там дорога открыла, опять же, какой-то поворот судьбы. Вы снимали с Арнольдом Шварценеггером. Which movie? Нет, нет, надо же. С Шварценеггером мы не снимали, со Шварценеггером мы встретились на премьере фильма «Spinning Boris», раскручивание Бориса, да, оказался раньше фильм «Проект Ельцина», но потом его переделали, сказали «Spinning Boris», я играла Татьяну Девиченко, которую я никогда в жизни не встречала, я уже эмигрировала, но фильм был про то, как были выборы Ельцина, это шоу-тайм картина. Джефф Голблум, Лев Шрайбер, Антони Лапаллия, гениально, вот у нас три главные героя, четыре, ну, я, четыре главные роли. Фильм про то, based on true story, да, основан на настоящих событиях, как вот эти три американские политика приехали в Россию и, типа, помогли в выборах Ельцина, ну, типа, как выборы должны проходить, да, демократично. So it's based on true story. И вот эти три политика, мы их пригласили на премьеру, Paramount Picture, когда наша была премьера с Red Carpet, мы их пригласили. А они сделали карьеру Шварценеггеру. Они, эти три политика, Шварценеггеру помогли стать говенер Калифорнии. Поэтому Шварценеггер тоже был на премьере. Он был на премьере, потому что он, ну, как бы, в благодарность этим людям, да, ему очень понравился фильм, и после этого он ко мне просто подошел и там сделал какие-то комплименты, и мы разговаривались. И он потом, кстати, был донором для моего университета. Они даже дали деньги на открытие нового театра, потому что мы там расстраивали театр. Но в фильме нет, я с ним не снималась. А поворот судьбы, который привел вас в Калифорнию, в университет, из Еля, и проиграв еще и 8 лет, да, в Нью-Йорке, насколько я понимаю, или 8 сезонов? В Нью-Йорке я всего 2 года была. Всего 2 года. После Ела, Нью-Йорк, и я говорю, у меня сразу пошла карьера в кино. Был такой фильм, Prince of Central Park, с Харви Котелл, очень небольшая роль, но мне оператор сразу сказал, вас камера любит, переезжайте в Нью-Йорк. Ну, не знаю, начались какие-то съемки, и все пошло, и мы переехали из Нью-Йорка в Калифорнию с Патриком, мы уже поженились с мужем. И в Калифорнии начались съемки, и между съемками у меня было столько времени обычно, 3 месяца, 4 месяца, когда просто ходишь на одешеные. И я подумала, боже, какой waste of time, да, я не могу просто сидеть, ходить в джим и готовиться к роли. То есть я такой человек, что мне нужно все время, ну, как бы, мне надо отдавать много. И я подумала, а что еще-то я могу, ну, как бы, параллельно, да. И я делала мастер-классы, я же вам рассказывала, и просто по отзывам, и потому как я подумала, почему я могу продолжать педагогику. И я просто стала смотреть, где which position open, да, какие университеты. Какие университеты, потому что это очень тяжело попасть. Академический мир – это вообще другой мир. Если в Голливуд тяжело попасть, преподавать в университете – it's also extremely difficult. Потому что там тоже, как бы, академический-то должен, ну, не знаю, не буду вдаваться в эти подробности. А могли ли связи университета Ельского? Да, я подала в университет, просто в Калифорния State University Fullerton, очень хороший BFA-программ, очень известный, musical theater. Очень многие ребята на Бродвее в мюзиклах. И там открывалась большая такая BFA in acting и MFA in acting программа. И они искали вот head of acting, да, кто бы возглавил кафедру актерскую. Я подала, как и все, еще там 300 педагогов со всего, со всей Америки. И они меня взяли, они дали мне контракт. Тогда они уже видели, потому что я тогда уже в театре здесь играла. Mark Lee Performed, South Coast Rap, у меня уже были большие роли. И я помню, вот этот комитет, который искал, да, Search Committee, они пришли посмотреть меня на сцене. И у меня уже были Yale, там уже какие-то фильмы, то есть как бы это их подкупило. Но я им сразу сказала, я говорю, я не могу только преподавать. Мне нужно, для того, чтобы быть хорошим педагогом, на мой взгляд, вот то, что я даю моим студентам, почему меня студенты так любят, и они, почему они successful, успешные. Чтобы быть педагогом, нельзя преподавать все время по книге или из чего-то там старого опыта. Нужен все время опыт. Ты в траншеях, ты из траншеи приходишь и говоришь, так, ребята, вот это не делать, вот это делать. Так, вот сейчас я роль не получила, знаете почему? Потому что я во время одишена, во время пробы сделала вот это, этого не делать. То есть как бы я, это было очень важно, продолжать карьеру и преподавать студентам то, чему ты учишься сам, как актер, на чем ты сам обжигаешься, а что наоборот тебе дало выбор. То есть как бы и мой факультет театральный, они это очень оценили. Они сказали, окей, когда у вас съемки, мы у вас типа, we'll cover you. То есть другие педагоги как бы заменяли меня. Ну это идеальная ситуация для... Ну это был престиж для них, потому что как бы у меня карьера пошла, и им приятно, и студентов, набирать, чтобы студентов... О, I want to study with Svetlana. О, yeah, I remember her, там, my only hand was spinning out, like the island, or this or that, and, you know, blacklist, or house of cards, or the Americans. Это для них было важно, поэтому они как бы... Ну в общем это сработало. Баланс, нужен баланс. Я к чему говорю? Нужен... Света, сейчас за последнее время, конечно же, год пандемии, и очень многое изменилось. И ваши студенты. Это курсы онлайн, это какие-то гибридные программы, и, конечно же, вот какие-то пробы, которые, может быть, для будущих каких-то проектов. Сейчас же тоже все так же просто снимается именно там на телефон, пробы, и, наверное, вот тогда... Как можно больше можно увидеть, кто есть кто, потому что если у тебя есть какой-то внутренний голос, индивидуальность, да, то есть вот... Да, вот расскажите, где тут плюсы, где минусы, может, как раз эта пауза годовая для тех, кто учился, она и нужна? Это трагедия. То, что произошло с актерами, это трагедия, особенно для актеров театра. Потому что мои выпускники, они всегда ехали в Чикаго, в Нью-Йорк, ну, театральные актеры, да, кто просил театр, не Голливуд, не кино. И у них были потрясающие проекты, и там туринг. У меня главный парень, главный герой в Хамилтон был на вот тур, мой студент был Хамилтон, лид-актор в Бродвей-тур. У меня девочка была Wicked, одна из главных ролей. Мама Мия, у меня девчонка на Бродвее, Mean Girls, Chorus Line, I mean, и все закончилось. Это, конечно, все остановилось, это было очень страшно. И многие ушли в депрессию, потому что, а как заменить, что делать? Ну, начали какую-то на зуме делать stage readings, но it's not the same. Фильмы остановились все, мой проект потрясающий, который я так любила, Spinning Out, где я играла такую Татьяну Тарасову на льду. Netflix show Spinning Out, General Jones, Kais Cardillarius, Willow Shields, все закончилось, первый сезон мы закончили, на ура прошло все. И мы должны были возвращаться в Канаду на второй сезон, 7 сезонов должно было быть. Все отменилось, все не по спону, а вообще отменилось, потому что a lot of shows just completely dropped, и все, они их полностью отменили. Остановилось все, съемки, было очень тяжело, непонятно, сейчас все потихонечку начинается, но опять-таки, вот у меня сейчас несколько проектов началось, остановилось, потому что во время съемок кто-то ковид опять подхватил, они останавливают. Голливуд очень аккуратный в этом смысле, ну потому что это же не только актеры, это же и гримеры, которые к тебе очень близко, да, это люди, которые... Да, это все сразу, да. Аператовые, все. So, а сцены уже не... Intimate scene, intimate scene уже не снять. Нельзя, что снимается так, что ты сидишь вдалеке, а ты сидишь... It's not the same. Нет, ограничения очень сильные, поэтому люди ждут, да, а кастинг проходит только на, как вы говорите, на телефоне, да, на... You do self-tape. Да, снимать можно, да. Не каждый может делать self-tape. То есть это просто расстановка сил другая уже. Абсолютно другая, и я думаю, это будет еще очень долгое. Вот, поэтому надо адаптироваться, но это непросто, непросто. Но следующий семестр уже гибридные программы идут больше, чем онлайн, да? У меня семестр в это, семестр Zoom, потому что я заболела ковидом. Я заболела ковидом месяц назад, и я сказала, нет, все. Потому что я была единственной профессором со всего факультета осенью с сентября по декабрь, кто преподавал in person. Но у меня Калифорния, у меня тепло, поэтому я с сентября-октября преподавала в парке. У меня огромный парк, ну а как можно актерское мастерство преподавать на Zoom? Поэтому я сказала, ребята, маски и в парк. И мы в парке, мы далеко, и мы когда делали просто outside scenes, да, такие сцены на скамейке, у озера, там, в парке, мы какие-то... Это работало прекрасно. Потом мы вернулись в театр, и в театре тоже, я рассаживала их довольно далеко. Но мы работали, работали с масками, но in a mask. И мы также построили такой шилд прозрачный, и они даже если без масок, то через шилд. Ну, в общем, нормально, мы целый пол, целый семестр я преподавала. Выглядите вы прекрасно, как вы себя чувствуете сейчас. Надеюсь, что так же, как и выглядите. Спасибо большое. Было страшно, было страшно. Это было страшно. У меня был mild case такой, не очень сильный, но я все время подсознательно, subconsciously, смотря новости, все время боялась. Вот завтра, вот завтра начнется, вот завтра я перестану дышать туда. Ну, слава богу, все обошлось. Вот, ну, сейчас я по Зуму преподаю. По Зуму тяжело, но мы взяли индивидуальные проекты. Вот для индивидуальных проектов Зум гениальный. То есть я работаю с каждым студентом, мы делаем такой индивидуальные такие, не монологи, а именно we cutting, мы editing, да, монтаж такой делаем. Всяких разных проектов чеховских, шекспировских, и мы... Ну, это творчество, да, но это надо подстраиваться, это непросто. На один семестр меня хватит, но сейчас идет вакцинация, я надеюсь, что... Нет, я надеюсь, сентября все, мы in person и возвращаемся, и начинаем. То есть нужно еще полгода возвращать. И спектакли будем ставить, у нас 14 разных спектаклей в год. У нас такой университет потрясающий, да, поэтому не-не-не, надо возвращаться. Дерматическое отделение Калифорнийского университета, пожалуйста, запомните, это лучшее, наверное, для ваших детей, кто мечтает об актерской... У нас очень сильный факультет. Светлана, еще вот несколько минут до рекламы есть, а ваши дети? Кто отвечает за внутренний контур семьи? Или вы готовите кофе только себе? Или когда-то мужик... Только себе, только себе. А они учатся, как готовится. Не-не-не, ну они уже взрослые, у меня дочери уже 20 лет, она учится, она уехала... Она училась в университете в Аризоне, в Аризоне стоит, и потом перевелась в University of York в Англии. Ну, по разным причинам. И она хотела просто как бы уехать из страны и на весь этот ужас смотреть немножко страны. политические вещи, ну, не знаю, разные, разные были причины. То есть она в Англии, сын заканчивает школу, все, 12 класс, подал, у нее тоже уже поступил в пару университетов, но мы ждем еще тоже еще пару. Ну, вот как бы, да, они самостоятельны. Да, они... Я думаю, никто не пошел в актерскую, слава богу. Вот, в этом был вопрос. Слава богу, это было хорошо произнесено. Да, девочка в психологии, мальчик в политику, историю. Как бы, совершенно разные, разные, да. А в приоритете у актрисы, Светланы Ефремовой, семья или все-таки творческое самовыражение, работа? Both, вот оба, вот параллельно. Особенно сейчас семья, вот особенно сейчас, когда, да, уже год вот ты сидишь, и как бы они сидят у тебя, сначала мы все сидели друг друга на шее, слава богу, большой дом, и можно выйти, как говорится, огромные ярды, гектар земли, можно не мешать друг другу. Но я не представляю, все равно вот так все время друг с другом. И у нас это заняло какое-то время адаптироваться, а потом такой кайф. Мы все, как бы, мы открыли заново для себя друг друга. Потому что был тяжелый период, когда они были подростки, они, это было тяжело, особенно с дочерью, было очень много трений. А сейчас, ну, просто гениально, как бы, все вернулось на свои места. Опять произошел бонд, мы опять очень хорошо все делятся, общаются. Научились они сами готовить, сами, как бы, такая пошла самостоятельность какая-то удивительная. Я подумала, надо же, то есть я, оказывается, вложила. То есть как мама, я сначала сомневалась, думаю, блин, на этих ролях пропустила столько. А нет, оказывается, они все усвоили. Да, нет, для меня важен голос, для меня важно параллельно. Потому что я не могу, если я не самовыражена, я как мама тоже не могу самовыразиться. Как бы, мне надо, я когда счастлива, и когда у меня полное удовлетворение творческое, человеческое, тогда я, у меня энергия другая, и они это очень чувствуют. Гармоничная, наполненная жизнь. Да, получается, да, получается гармония. То есть не баланс. Вот мой любимый фронт, кстати, я стремлюсь к гармонии. И вот баланс, а гармония, это так важно. Это следующее уже после баланса. Гармония, это намного глубже. Хорошо, вернемся через несколько минут и узнаем отношение Светланы к студентам, к потенциалу студентов, ну и, конечно же, о любимых людях старшего поколения актерского. Посмотрим перспективы. Оставайтесь с нами. Говорим обо мне. Авторская программа. Юлий и Надюй Енинш. Сегодня мы пьем кофе, утренний кофе в программе «Говоря обо мне» со Светланой Ефремовой. Да, актрисой, профессором, деканом драматического отделения Калифорнийского университета. Даже сама не понимаю, каким образом нам удалось встретиться на этом русскоязычном острове, в этом огромном океане английского языка этой страны. Светлана, спасибо вам большое, что в приоритете у вас в нашем разговоре остался русский язык. Мы обязательно встретимся с вами в другом формате и побеседуем на английском в каком-то видео, да, таком варианте. Но вот сейчас особо ценно из ваших уст слышать и имена интересные, которые, ну, притчевоязыцах, которые, я не знаю, действительно настолько культовые, да, вот мы тут произносили, как Харрисон Форд, как Арнольд Шварценеггер, которые, ну, не буду дальше, да, уже даже упоминать сейчас, что. Осталось все-таки в памяти то, что вы говорили, что заканчивая Ельский университет, там, где училась Мэрил Стрип, пересекались вы ли когда-либо с этой уникальной актрисой и удивительным человеком? Мне удалось, это было потрясающе, мне удалось, во-первых, она мне подписывала мой диплом, потому что она была на нашем выпускном, потому что она подписывала наши дипломы. Мне удалось на третьем курсе снималась NBC, снималась special, да, NBC special about her, Мэрил Стрип. И она же живет в Коннектикуте, она живет буквально там пять экзитов от Ейла, недалеко от нас. И она настояла, чтобы интервью было в ее алмаматер, да, в Ейле. И вот я помню, приезжала NBC, вся команда, и снимали ее, как она проходит по Ейлу, значит, по вот этому нашим дворикам, идет в наш театр, у нас там несколько площадок театральных, там, три. И, а потом, когда ее вопросы задавали, она говорит, я бы хотела задавать вопросы в classroom, да, в классе со студентами, чтобы они как бы мне задавали. И она говорит, у прекрасный формат, и наш класс был тем самым классом, где она сидела, и мы задавали ее вопросы. Вот, и она, конечно, этот человек для меня не только, она потрясающий, она потрясающий артист, да, актриса, одна из моих любимейших, но она удивительная, сбалансированная. Вот откуда я взяла вдохновение на баланс. Она единственная актриса, одна из немногих, которая не живет в Голливуде, по-первых, она даже дома там нет, она живет только в Канадикуте. Она, у нее четверо детей, она потрясающая мама, она для нее, вот, картина, фильм замечательный, но семья это все, и она об этом говорила, как важно тоже для нее семья. И я, и вот у человека настолько нет вот этого вот звездности, вот этой какой-то, она настолько умна, доступна, она любит делиться, она, ну, она удивительный человек, удивительный. Интересно, с кем-то из русских режиссеров или русских актеров вам хотелось бы пересечься и на русском языке что-то сыграть? Или пока все гармонично и не хочется из-за этих рамок выходить? Ой, ну я очень люблю, конечно, многие, список огромных, как бы, талантливейших людей. С кем бы хотелось сыграть, не знаю, вот, не знаю даже, Миронов, наверное, я даже не знаю, я хоть с кем, с любым талантливым человеком интересно работать. Я просто боюсь, что, как бы, мой сейчас, во-первых, у меня уже появился вот этот маленький такой акцент, не знаю, у меня какой-то, какой-то маленький страх есть, что я разучилась на русском играть. Нет, я вас уверяю. Нет, нет, очень, очень хотелось бы с любым талантливым, Хабенский, любой талантливый актер хотелось бы поработать, конечно. А вы встречаетесь с теми, кто приезжает в гости, да, в Лос-Анджелес, из наших талантливых актеров и артистов? Нет, я не встречаюсь с кем. Нет, я живу в Оранж-Каунти, это полчаса от Лос-Анджелеса немножко в стороне. У меня абсолютно, как бы, нет времени на какие-то встречи, потому что у меня расписано все. У меня либо работа, либо Голливуд, либо университет, плюс семья. Нет, конечно, какие-то там, какие-то партии, может быть, если будут, да, но вот так вот нет. У меня такого-то нет. Что для вас ваши студенты? Вот это общение с ними? Мои студенты, это мое вдохновение. Это ваше паство, которое за вами идет? Ага, вдохновение. Я беру, я беру, я учусь, они учатся у меня, я учусь у них. Во-первых, это то, что делает меня relevant сегодня, да, то, что делает меня grounded, что важно молодежи сегодня. Угу, вы понимаете. И у меня нет этого старческого маразма, когда вот, вот наше поколение. Нет, это бред силой кобылы. Я считаю, что время меняется, нам надо учиться, нам надо идти в ногу. Актерские, они, конечно, у меня очень-очень многому учатся, но я учусь их, допустим, их vulnerability, да, чувствительности, их fragile. Они очень, это поколение, они, может быть, из-за того, что все на телефонах, я не знаю, но они ужасно... Многие на антидепрессантах, многие anxiety pills, многие на каких-то таблетках, они все, у них есть какая-то неуверенность в себе. Вот это вот, вот они настолько fragile, и как бы надо найти к ним подход. И мне очень важно, их чувство правды другое. Вот когда мы, понимаете, там по старой школе рвали рубашки, орали там как эмоционально, это для них, это для них это too much. Как бы чувство правды изменилось, изменилось, какая-то появилась тонкость, мышление другое, приемлемость, принятие всего, что ты другой раса, что ты другой джендер, что ты другой... Какое-то то, что в нашем поколении было бы неприемлемо, даже какие-то вещи, я иногда говорю, даже мои дети, говорят, мам, ты что? Ты что, это же, кто так говорит? То есть как бы ты ловишься на том, что время другое, и надо меняться, и как бы я учусь у них этому, мне интересно с ними, их музыки, их новых каких-то писателей они мне приносят, которые, там, playwright, которые я бы никогда и не читала. Они говорят, а вы видели вот это? Я говорю, ух ты! И вот я открываю для себя их точку зрения, это очень важно. Очень важно, конечно же, еще и относиться к общению с ними, с студентами, с легкостью, в каких-то глупостях вы вместе, но не то, чтобы там в шашки шишками поиграть, а какао вместе выпить или где-то вот в чем-то, или все-таки у вас дистанция, иерархия своя? Я говорю, before COVID, да, когда все было открыто, и все, конечно же, все наши, допустим, мы репетируем спектакль, мы бежали там в бар, celebrate, там, я не знаю, opening night, или там иногда они позвонят, Светлана, можно вот над ролью, я ничего не понимаю, я встречаюсь, вот там, пьем кофе, там, но иногда, когда you go and hang out too much, да, ты вот общаешься с ними через чур часто, они начинают понимать, что ты их друг. А ты их не друг, ты педагог. И вот начинается crossing line, I'll never forget, никогда не забуду, когда после одного из партий, да, когда мы пили, хохотали, а я очень человек открытый, я и танцевала, и мы по пародии какие-то делали, и мы на следующее утро у меня был класс, и девочка пришла в класс, hang over, понятно, и была сцена, она не была подготовлена. И я что-то сделала замечание, и она мне сказала, come on, Свет, and I'm like, а-а-а, моя дорогая, я сказала, in this classroom, вот в этом классе, я не Свет, я твой педагог. И поэтому то, что они, для них это немножечко иногда confused, когда ты outside of the classroom, становишься чересчур friendly. Вот поэтому баланс, вот это был мой хороший урок, баланс надо соблюдать, поэтому я все меньше и меньше, как бы, то есть я доступна, мы ходим в пикники, мы там какие-то в театры вместе ходим, там. Ну я опять-то говорю, до ковида все это. Ну да, 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 все равно в моем случае иерархия вертикальная, да, должно быть вертикальное отношение. Обязательно. Свет, спасибо вам огромное. Настолько интересно было соприкоснуться и почувствовать вот эту настоящесть через вас в того мира, который, ну, наверное, мир грез, да, для многих так и остался. И даже здесь находились в Нью-Йорке, Нью-Джерси, другое побережье, другая реальность, Голливуд, и же с ним. Беверли Хиллз. И вот все эти имена, которые сейчас вы так легко произносите, и у вас есть своя значимость, частные истории, которые связаны с этими именами. Это просто удивительно. Спасибо вам большое, что вы одна из тех, кто оттуда, с той стороны океана. Все мы родом из детства. Спасибо за прикосновение. Будем ждать ваших фильмов.